Здравствуйте! Вы смотрите выпуск новостей на телеканале Гродно Плюс в студии Вероника Бибикова. Сегодня мы расскажем. Долгожданный объект в Гродно строит новый онкологический диспансер. Лето с пользой. Учащихся 9-10 классов, желающих поближе познакомиться с профессией педагога и аграриев, приглашают в профильный виртуальный лагерь «Профстарк». Обработки зон отдыха и грамотность населения уберегают от паразитов. Клещи кусают меньше, но специалисты советуют бдительности не терять. Грозы, жара и оранжевый уровень опасности. Погода в Гродно в ближайшую неделю. Гродненская область – единственная в стране, где нет собственного онкологического диспансера. Но вскоре ситуация изменится. К строительству важного для региона объекта уже приступили. Он разместится на базе клинической больницы номер 3 в Пышках. Новый онкодиспансер возводят с учетом современных требований. Стройка идет в 5 этапов. К возведению радиологического корпуса уже приступили. Подробности в репортаже Аллы Внучко. Идея построить в Гродно онкодиспансер появилась еще 7 лет назад. Значимость объекта трудно переоценить, ведь оказать всю необходимую помощь онкобольному жителю региона пока не предоставляется возможным. Чтобы пройти полноценную лучевую терапию, пациента из Гродно направляют в Брестскую область или в Минский онкодиспансер. Новый областной онкологический центр, к строительству которого уже приступили, исправит ситуацию. Современный медицинский центр из-за его важности и значимости планируют построить за рекордно короткие сроки. На учете в Гродно онкодиспансер состоит более 32 тысяч пациентов, которые имеют диагноз за качественное образование. Ежегодно выявляется более 5,5 тысяч с новых случаев, потому что у одного и того же человека может быть несколько заболеваний. Четверку основных заболеваний – это рак толстой кишки, рак пристательной железы, молочной железы и рак легкого. По раку легкого мы планируем в этом году проведение пилотного проекта по скринингу. Это рентгеновская компьютерная томография, низкая доза. Но в связи с карантинными мероприятиями пока эта ситуация пристановлена. Строительные работы раскинулись на территории в несколько гектаров, а они пройдут в пять этапов. В первую очередь начали возводить радиологический корпус. Фундамент уже заложен. Его планируют сдать в эксплуатацию уже в 2021 году. Здесь будет находиться отделение лучевой диагностики, клиника биологическая, микробиологическая и цитологической лаборатории. И, конечно же, самое современное оборудование, работать на котором смогут только высококвалифицированные специалисты. Их подготовку взял на себя республиканский научно-практический центр радиационной медицины и экологии человека, расположенный в Гомеле. Четверть территорий, где разместится новый онкодиспансер, займут постройки. Условно их можно разделить на три блока – медицинский, технический и хозяйственный. Некоторые здания поднимутся в высоту до восьми этажей. Строящийся онкодиспансер – это новые рабочие места. Для обслуживания медицинского центра понадобится около тысячи человек. Вторая очередь – возведение хирургического комплекса. Строительство операционного блока и семиэтажного лечебного корпуса планируют завершить в 2022 году. На третьем этапе начнется реконструкция зданий под поликлинику, рассчитанную на 300 посещений в смену. Рядом с поликлиникой построят еще два корпуса. Запроектирован также патологоанатомический корпус. В нем разместятся не только специализированные помещения, но и ритуальный зал. Финансирование проекта в основном осуществляется из средств республиканского бюджета. 25 миллионов долларов на строительство онкодиспансера выделил Банк развития. Примерно столько же обещает перечислить и государство Кувейт. Сам проект очень масштабный. Стоимость проекта больше 100 миллионов долларов. Из них практически половина суммы занимает оборудование. Оборудование высококлассное, высокоточное, очень дорогостоящее. Естественно, при вводе онкодиспансера это оборудование будет работать не в одну смену, а максимально загруженное для того, чтобы оказать максимальный объем помощи людям. Разговоры о том, что в Гродно появится онкодиспансер, шли многие годы. Рабочий вариант проекта был готов еще пять лет назад. Но к его реализации приступили только в этом году. Конечный срок строительства проекта – 2025 год. Алла Внучко, Виталий Рубанов, Новости, Гродно+. Министерство здравоохранения Беларуси опубликовало новую статистику по коронавирусной инфекции. На 16 июня в стране зарегистрировано 55 369 случаев COVID-19. Прирост за сутки – 689. Выздоровели и выписаны 31 273 пациента, у которых ранее был подтвержден диагноз коронавирус. За весь период распространения инфекции на территории страны умерли 318 пациентов. Всего проведено более 760 тысяч тестов. Почти 11 тысяч за последние сутки. Медики рекомендуют соблюдать меры профилактики, респираторный этикет, гигиену рук, физическое дистанцирование в местах, где это невозможно носить маски. Продолжается набор обучающихся в уникальный профильный виртуальный лагерь «Профстарт». Он создан на базе Гродненского областного института развития и образования. Набор начался всего несколько дней назад, а уже зарегистрировались 78 команд со всей республики. Это 360 учащихся 9-10 классов учреждений общего среднего образования, посещающих факультативные занятия «Введение в аграрные профессии» и «Введение в педагогическую профессию». У учащихся будет возможность погрузиться в свою будущую специальность, узнать особые грани тех профессий, которые они для себя выбрали, ну и, соответственно, получить те позитивные эмоции, которые им и позволят в будущем совершить правильный профессиональный выбор. Лагерь «Профстарт» будет работать на сайте Гродненского областного института развития и образования 9 дней с 22 по 30 июня. Ребята во время работы дистанционного лагеря смогут максимально погрузиться в профессию педагога и аграриев, пообщаться и проконсультироваться с опытными педагогами, с пользой провести время. И все благодаря цифровым технологиям. Это будут агрофото-челлендж. Мы запускаем его в первый день работы лагеря и подводим итоги уже в последний день 30 июня. Это селфи-квесты. Это различные электронные продукты при решении наших задач, которые мы будем ставить перед ребятами. Причем одна из фишек лагеря – медиаконтент выбирают дети сами. Это от видеороликов до мультипликационных фильмов, до инфографики. Набор в бесплатный виртуальный лагерь «Профстарт» продолжится до 19 июня. Для того, чтобы попасть в него, необходимо зайти на сайт Института образования и зарегистрироваться. Напомним, виртуальный лагерь в современном формате начнет работу в понедельник, 22 июня. Зима была уже очень теплой, и клещи проснулись раньше привычного. Первые пострадавшие были зафиксированы в Гродно уже в январе. А сейчас, в июне, у этих членистоногих пик активности. За текущий период с начала года было зафиксировано 580 обращений за медицинской помощью в связи с укусами клещей. Это на 30% меньше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Тогда уже к июню было 833 обращения. Снижение по обращаемости может быть связано с тем, что все-таки у нас уже в течение нескольких лет проходят аккорицидные обработки в зонах отдыха. Так уже сложилось, что из пяти зарегистрированных зон отдыха на территории города Гродно, 4 находятся в лесных массивах. Непосредственно в лесных массивах, которые будут являться и являются природными биотопами обитания эксодовых клещей. Скорее всего, что и повысилась грамотность все-таки населения. Аккорицидные обработки проходят обычно во второй половине весны, перед тем, как парки и лесные массивы заполняются отдыхающими. Специалисты стараются проводить щадящую обработку не сплошным потоком, а, например, в радиусе двух метров от скамеек и вдоль дорожек. Близится начало заездов детей в оздоровительные лагеря, которые тоже, как правило, располагаются в лесистой местности. Там уже со следующей недели также начнется обработка от клещей. Аккорицидная обработка территории будет проводиться и между сменами. Несмотря на это, специалисты не устают напоминать, что, отправляясь на прогулку в лес, не лишним будет воспользоваться репеллентом, соответствующей пометкой о том, что он защищает от клещей. А по возвращению из прогулки следует осмотреть себя, ребенка, животных и даже букеты, если вы принесли с собой. В случае обнаружения паукообразного на теле не стоит паниковать. Алгоритм действий в этом случае простой. Если вас укусил клещ, мы можем его снять с помощью нити, с помощью устройств, которые продаются в аптечной сети и розничной сети, или обратиться в любое поликлиническое учреждение по месту жительства. То есть не надо в понедельник, если вы обнаружили в 3 часа, бежать в больницу скорой медицинской помощи. Надо обратиться в свою поликлинику, вам его снимут и окажут первую медицинскую помощь. Назначат профилактическое лечение, расскажут, как наблюдаться и через сколько времени еще прийти к врачу. Опасность укуса клеща в том, что эти членистоногие являются переносчиками опасных для человека инфекций, клещевого энцефалита и болезни лайма. Однако анализ самого клеща сделают платно и только по вашему желанию. Обязательному анализу он не подлежит. Из-за пандемии многие белорусы изменили планы и долгожданные летние отпуска проводят в родных широтах. И если любители активного отдыха уже вовсю тестируют внутренний туризм, то вот те, кто предпочитают пляжный отдых, пока лишь изредка выезжают на водоемы. Уж слишком капризным выдался нынешний июнь. И хотя прошло всего лишь две недели месяца, он уже отметился несколькими ураганами, оставив в области многочисленные разрушения и поваленные деревья. Вот и нынешняя неделя снова не обойдется без погодных аномалий. В среду гидрометеорологическая шкала опасности снова будет окрашена в оранжевый цвет. Это значит, что природные явления могут снова оставить в Гродно свои неприятные последствия. Жаркая погода возвращается. Сегодня ночью местами по области пройдут кратковременные дожди. В ночные и утренние часы в отдельных районах сгустится слабый туман. Ветер северо-восточный 4,9 метра в секунду. Температура воздуха ночью плюс 14,19. Завтра днем на большей части территории ожидаем кратковременные дожди. Местами сильные ливни, грозы. При грозах ветер с порывами до 14 метров в секунду. Местами шквалистое усиление ветра до 15-20 метров в секунду. В дневные часы воздух прогреется у нас до 25-29, в отдельных районах области до 30 градусов. На среду объявлен оранжевый уровень опасности. Жаркая погода сохранится и во второй половине недели. Ночная температура не будет опускаться ниже 15 градусов. Днем столбики термометров будут стремиться к 27 градусам со знаком «плюс». При этом, по предварительным прогнозам, планируя пляжный отдых, стоит учитывать то, что почти ежедневно вероятны грозы и дожди. Напомним, что ровно год назад Гродно также изнывало от жары. И июнь 2019-го со среднемесячной температурой около 30 градусов стал самым жарким месяцем года. Также побед был еще один рекорд. При том, что именно первый месяц лета считается самым дождливым в году, в прошлом июне был зафиксирован значительный дефицит осадков. Чего не скажешь о нынешнем. Обратите внимание, с 15 июня организован маршрут номер 40, который будет курсировать от улицы Молодежной до озера Юбилейного и обратно. При этом маршрут номер 40-е, улица Молодежное озеро Юбилейное, будет закрыт. Остаять свои права. Комитет государственного контроля Гродненской области проводит горячую линию по вопросу выявления фактов незаконного увольнения работников либо принуждения к увольнению в период с 1 марта текущего года и по настоящее время. Звонки принимаются в рабочие дни с 9 до 13.00 и с 14 до 18.00. Номера вы видите на своих экранах. И в завершении выпуска информация от нашего партнера. Акция МТС «Оставайтесь в сети». До конца лета абоненты МТС могут бесплатно пользоваться безлимитным интернетом на скорости до 1 мегабита в секунду. Чтобы воспользоваться предложением, нужно использовать USD-запрос звездочка 584 решетка. Бесплатная услуга безлимит интернета до 1 мегабита в секунду действует по 31 августа включительно. Подробности на сайте mts.by На этом выпуск завершен. Еще больше новостей вы найдете на нашем сайте grodnoplus.tv.by А я прощаюсь с вами. Приятного отдыха на Гродно+. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова